Это стихий. Вот если вы так листаете мою какую-нибудь книжку или другую возьмете, в первый момент вы обратите внимание, что я работаю практически всеми мысливыми способами организации отворного текста, которые потребуются сегодня в Баре. То есть вы не можете сказать, а, ну это такой вот, там, села бы тоник, традиционалист, там, да, а это такой вот, или совсем, там, верлибрист какой-то, да, или вот это какой-то, вот, там, гетероморфный стихий или что-нибудь так. То есть вы не найдете, как бы, единого, как бы, в моих книгах единого способа создания стихотворения, хотя есть очень интересные авторы, я сейчас работаю, у которых, так сказать, мы видим просто, что каждое стихотворение самое разное внутри себя создано по одному алгоритму. У меня они, они все, все очень разные. Поэтому, когда вы будете слышать все лавы тоник, вы помните, что я еще и Герлибор, потому что я все буду там, так сказать, да, а если Герлибор, там, мы не знаем, да, чего ты еще. И, в общем, они, многие из этих текстов, они насыщены некоторыми аллюзиями, иногда общеизвестными, ну, вся эта вот пресловутая интертекстуальность, она, конечно, является приемом сознательного, да, вообще? Хотя я понимаю, что там половина ни с чего-то, да, ну, осторожно, чего-то. Ну, вот мы с такого там простенького начнем. Казалось ясным, внятным, совсем уже понятным, теперь оно ушло, и время-то прошло. Там, где прошелся ластик, остался детский хлястик, осталось и пальто, но и пальто не то. В нем ходит через мостик над зимнюю водой, не молодой агностик, уже не молодой. Декабрь. Подключение по локальной сети 2. Сетевой кабель не подключен, он подключен, но дышит едва-едва, как ты за моим плечом, и никто не причем. Ты сказала, приснилось вот поутру, кошка ест какую-то ерунду. Отвечаю, встаешь поутру, она действительно ест ерунду. Засыпая, переворачиваясь на правый бок, просыпаясь с привкусом крови во рту, осторожно думая, есть ли Бог, кошка восторженно прыгает в темноту. Как с просонья, а тут ловато, сквозь цитату вредит цитата, вот и я тебя назову электрическим сном наяву. То, что бери в церковном поле, я по глупости прозевал, окунулся в Красное море и в Венеции побывал. Это прошлая жизнь человека, та, что тянется с прошлого века, окончательно завершена. Письмо. На вершинах Венерианских гор, возможно, лежит металлический снег. Возможно, ученый прав, но дух уже не захватывает. Плохая физика, но зато какая смелая поэзия, – доказал Пушкин по другому поводу. Возможно, поэт прав, но дух уже не захватывает, и по какому поводу. Спрашивает, что у нас нового? Все тоже. Чужие вчера перешли реку, но мы не спали, мы давно не спим. Вот пещера, скажем для примера, и огромная, и в деталях подробно. Это, парень, не такая пещера, что Платоновой пещере подобно. И ползучек в ней полно, и летучих, быстрых тварей. Следишь за мыслью. Тебя главному Платон не научит. Видеть волка, работать мышью. Никакой тебе здесь волк не товарищ. Хорошо запоминай, все приметы. Если знаешь комбинацию вкладыш, варок, кровь, успей выпадить пистолет. Зимний день убывает со всех сторон. Время идет к концу. Молодой сплевывает, спрыгивает на перрон. Добру молодцу все в лицу. Нелегко среди тех и этих воров молодому быть. Вон плакат остался от выборов. Можно дальше жить. Не спешить в Москве посчитать ворон. Надо дольше жить. Много разных дел до конца времен. Многих надо убить. 31 августа 1862 года Лев Николаевич вернулся из гостей к дурному настроению. «Кахановская стерва и все стервы засохли в хренолине», – написал он книжник. Потом все умерли. Том «21. Москва. 1985 год» был отпечатан в количестве 905 тысяч земляторов. «Стояла, думала, что под платформой. В тоннеле понятно, под эскалатором железо, а под платформой, наверное, ад. Платформа его скрывает и вообще его скрывает. А ребята типа не знают, да-да, смеется, а ребята не знают. Четырехколесный экипаж с двигателем внутреннего сгорания, которым любуется внеземной разум, скучающий в черепной коробке местного уфолога, члена Российской академии естественных наук. «Я тебя чувствую», – думает уфолог, – «кого является внеземной разум?» А потом из черного рояля вылезли скелеты и убили отца и мать. Утром дети пошли в милицию и не вернулись. Кошка осталась одна. На черном рояле лежатые уши, маленькие мозги. Далеко не катится примером, Маяковский работает трастным курьером. У него получается, он с резидентом встречается, передает и получает, и все равно скучает. На краю старого или нового света ищет хорошего преферансиста. Потом поэты хоронят поэта, чекисты – чекисты. А стать достоянием слабиста, ну, не знаю, моя дорогая. В конце сороковых годов Борис Леонидович Пастернак как-то скоропостижно получил Нобелевскую премию как лирический поэт и почему-то расхотел писать доктора Живаго и любить Ивинскую. Сволочи, академики, парматал Сталин, снимая перед сном мягкие сапоги и размышляя о том, что ему теперь делать. Вариантов было два и оба неинтересны. А Анна Андреевна Ахматова произнесла в адрес лауреата Бон Мо, вошедшая затем в историю русской литературы, но такое двусмысленное, что я его и представить себе не могу. МКАД В хамере бумере мчится по кольцевой, Знает, думает, я не обгурен, не пьян, Видит внутри кольцевой лес стеной, За кольцевой начинается океан. Я, наверное, уже не живой, Я хочу добраться домой, Бесконечное существо, Непонятное никому, Окружает его, Отвечает ему, Убирает во тьму, Где уже никогда ничего. Марта В сумерках выйду, Одерну пиджак, Рыжий по снегу Крадется кошак, Кто там в потемках Меня спережет, Мертвая кошка меня бережет, В мире подземны, Там, а не тут, Как мою мертвую кошку зовут, Но не вмещает сознание мое, Новое страшное имя ее. Мальчик целует мать, Долго ложится спать, Долго уходит в сон, Слышит звон, Не знает, где он, Мальчик бормочет во сне, Деньги ко мне. Ну что, устали? Особь, особь и летит, Особь, особь и кричит, Тут у нас неподалеку Еще одна особь валяется, Неживая, Другого биологического вида. Победы, так они и сделали. Пушкин про это писал. Нехорошо человеку быть одному в темноте, Не потому, Не потому, что кто-то страшное Оттуда придет. Никто не придет. Не надейся. Мама, мама, я оборотень. Нет, сынок, не надейся. Я, объясняет профессор, Конечно, не селепсист. Вряд ли вы существуете Только в моей голове. Экзаменационная ведомость, Чистый лист, Герцин стоит по колено в траве. Ничего, говорят студенты, Это все ничего. Скоро мы оставим вас одного. Протягивают зачетки. Изображения их нечетки. Ну и давайте последнее приключение. Я вас, может, удивлю, Я не пишу юмористических стих. И в принципе. Серьезный человек. Девочка или мальчик, Ну, словом, маленький друг, Пора узнать последнее правило безопасности. Самое важное. Не кормите белок. То есть, вдруг это не белка? Нет. Это именно белка. Но. Вдруг она подходит мне за орехом. Вдруг эта белка педофил. Что же тогда делать? Одно. Бежать без оглядки. То есть, бежать не оглядывать. Куда, старший товарищ? К новому мировому порядку, Сияющему на холме. Там нет белок? Разумеется, есть. Но они под контролем. Это было трудно. Я думаю, что тут так связ заBA. Всем, кто tries Event. Я думаю. Бежать без о Oak. Бежать без о Pe区 в